так ребята привет любители классических автомобилей джигули и прочей классики сегодня значит я начал работать над копеечкой 1 мая сегодня люди нормальные на шашлыки едут отдыхают а мы начинаем заниматься значит прошлой серии только загнали ее после покрасочки начал ставить молдинг поставил его значит обращаю внимание молдинг должен здесь вот у этого треугольника в его основании вот такая вот резиновая полоса она должна быть над вот этим нашим молдингом то есть молдинг вставляется аккуратненько отсюда не по всей длине вот так заводится а вот именно с этого места начинается вот так заводите его сюда не забываем ставить концевики вот эти вот пластиковые вот поменял вот эту часть пластиковую потому что старая была в таком состоянии сейчас покажу вот видите когда я снимали надорвали ну как бы можно было ее подклеить но благо у меня запчасти есть решил поменять теперь она нам не нужна завел и чуть-чуть простучал вот единственное что немножко повредили когда снимали потому что она вот такая вот стала видеть она чуть-чуть играет но тем не менее она стала неплохо не как завода но тем не менее кстати по поводу установки этих штук значит видел фотографию первых моделей жигулей на конвейере у них абсолютно пустая дверь нету ручки еще даже нету обшивки изнутри нету стекол никаких и уже вот эта штука стоит то есть она ставится первым сверху вот так нащелкивается когда у нас все вот это уже есть нам приходится изощряться ну да ладно сейчас мы будем ставить вот эту вот гераллюминиевую полосу понизу она у нас ставится довольно таки просто и банально ее здесь сняли она ставится то такие заклепки заклепка не установленная вот так вот выглядит то есть наша задача ее вставить вот так вот сюда вот перед этим все это смазать обязательно литолом ну у кого какая смазка есть кто какой смазки еще больше доверяет вот ее вставляем вот так вот так вот помазано все пока что так некрасиво помазано литолом и вот делаем значит вот такое вот движение неудобно сейчас одной рукой снимать вот так вот то есть она раздвинулась сейчас я поставлю вторую сюда это все-таки концевая часть и вот видно да вот у нее вот эти вот зазубринки такие они хватаются вот за эти части за эти полосочки и держится как ни странно конечно такое спорное решение но не знаю конструктором автоваза виднее короче тут вот я не буду никого не хочу никого ругать покрасочников украсилась как бы ну у человека у хорошего мастера вот я так смотрю на это на все много пыли всякой тут какая-то вот фиговина какой-то пить перепад какой-то здесь что-то непонятное потом тут шагрень есть тут ее нет учета какие-то пылины как-то ну я не знаю ребят ну чё блин поаккуратнее то нельзя было покрасить сеточка появилась но это как проседание материалов идет как всегда наше любимое торопыжничество но я не знаю да нет ну как бы попытались конечно если я думаю сохранить шагрень но слишком много грязи слишком много что-то как-то прям я не знаю я вижу как грунты края грунтов вижу блин я не знаю я со своим опытом как бы ну я не скажу что я мастер там хрен знает какой великий ну блин у меня почище получается да там возможно не всегда шагрень там заводская да как не всегда практически никогда ее не бывает именно такой который на некрашенном элементе здесь вот такие вот штуки я фиг его знает конечно может быть торопились ребята я хрен знает мне мне честно не очень нравится как сделали чтобы конечно ее полирнуть бы еще разе блин точки какие-то такое ладно то есть потом короче мы ставим молдинг вот так вот прикладываем его и вот так вот ладошкой фига по нему и он должен встать пробуем в принципе единственно перед этим я прошу наклеить вот сюда где молдинг касается крыла вот так вот видите да он касается в это место надо наклеить какой-нибудь антигравийную пленку чтобы он не натирал так вроде ничего не видно издалека ладно пробуем так значит наклеил я 10 кружочки да где он будет касаться две заклепки установил помазал все с этим самым солидолом вот так по всей длине литолом также здесь наклеил кружочек также вместе касания сейчас будем пробовать ставить молдинг нужно одним ловким резким движением короче его поставить на щелкнули рукой никаких вот этих вот молотков только рукой вот так вот я попробуем а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И также попадает на кружочек здесь... Все, а мы приступаем... К установке... Ограничителя... Здесь нет ограничителя... Нужно будет его установить... Какой-то ограничител... У меня тут штатный, сломанный... Какой-то струбциной зажат... Это все выбрасываем... Не забываем прокладочку ставить... Вот она резиновая прокладочка... Не дает ему царапаться об дверь... Не дает звуков лишних при открывании... Так что ставим его... И начинаем полировать... Погнали... Погнали... Продолжение следует...